Добрый день, господин Кулдин! Добрый день! Рад приветствовать вас сегодня в Москве на вашем семинаре, который озвучен как «Дзюдо. Традиции и современность». И наше интервью проходит в рамках проекта «55 лет олимпийского дзюдо». И, конечно, я всем задаю первый вопрос. Это что такое дзюдо? Ну, наверное, так, именно для вас. Ну, для меня дзюдо – это вся моя сознательная жизнь. Я пришел заниматься в 11 лет. И теперь без перерыва, вот с этого возраста, там уже больше сколько? Больше 30 лет я занимаюсь дзюдо. 31, если быть точным. То есть это все. Это мой спорт, это мои друзья. Это у меня ребенок сейчас уже, старшая дочка занимается также дзюдо. Младшего планирую тоже отдать, потому что я считаю, что это один из самых лучших видов спорта, наверное, на земле, который можно было бы придумать, позволяющий человеку развить себя максимально и физически, и духовно. И дзюдо, ну, есть такое, да, уже все слышали дзюдо – это образ жизни. В принципе, это так и есть. То есть это настоящий путь, который включает в себя все-все-все. И каждый человек, независимо от его пола, возраста, его возможностей, может открыть для себя в этом виде очень много. И совершенствоваться, именно лично совершенствоваться в нем, находить что-то новое, открывать что-то новое для себя. Поэтому я думаю, что дзюдо – это очень серьезная, очень хорошая система, разработанная от Зигура Кана. И это не только спорт, это именно система обучения. Многие европейцы к этому относятся так, и поэтому этот вид очень сильно популярен за границей, и в самой Японии на родине, и в Европе, и в других странах, на других континентах. Именно прежде всего, потому что дзюдо – очень огромный образовательный аспект. И спортивный уже на втором плане. Поэтому дзюдо – это система образования, это наша жизнь. Я думаю, для меня это очень… Мне в моей жизни очень сильно помогло то, что я подчеркнул и в спортивной части, и уже когда стал тренером работать. То есть ты постоянно открываешь для себя что-то новое. Во-первых, это друзья, которые были у меня тогда и остались до сих пор. Мы с ними дружимся. И это новые, конечно, контакты, новые открытия и в профессиональном, и в дружеском плане в том числе. Ваш приход в дзюдо был случайным, или это какая-то была… Вас кто-то подтолкнул? Ну, на самом деле, мне повезло. У меня мой близкий друг, с кем мы знакомы с первого класса, и мы до сих пор с ним дружим. И вот сейчас на Новый год будем вместе также праздновать праздники. Мы уже давно дружим с семьями. Я с первого класса с ним знаком. Он первый пошел заниматься дзюдо. Здесь, в Москве, на Цветной бульвар, в трудовые резервы. Он первым пошел. И я через год пошел заниматься вслед за ним. И очень благодарен. И, наверное, его отец, наверное, подтолкнул меня. Точнее, он подталкивал моего друга. Ну, и я как бы за компанию пошел тоже. Он сказал, что раз вы дружите, то вам будет, наверное, лучше, если вы будете вместе заниматься. Пошел заниматься, и с тех пор я без перерыва уже 30 с лишним лет. Точнее, 32 года. Дзюдо может быть без соревнований? Может быть без соревнований, но соревновательный аспект, он всегда дает... То есть я могу сказать так, что он может быть без экстремальных соревнований. Но соревновательный аспект, когда ты соревнуешься, даже есть, ну, банально это звучит, но соревноваться с самим собой, побеждать себя, того человека, который был ленивый, или, может быть, какой-то, да, необщительный, но побеждать его и делать себя лучше, это тоже постоянное соревнование, то есть ты должен каждый день себя улучшать. И это тоже такой небольшой соревновательный аспект, и более того, мне очень нравится, я много ездил в Японию и видел разные группы и университеты, где там тренируются спортсмены самого высочайшего уровня, и там соревновательный аспект, он на самом высоком уровне. И группы, где тренируются инвалиды, и там люди борются, ну, и в прямом смысле борются даже между собой, да, но прежде всего они борются с теми условиями, в которые они попали, с жизненными обстоятельствами, они становятся сильнее, и все из них говорят, что дзюдо – это тот вид, который делает нас сильнее. И, в принципе, соревновательная деятельность приветствуется. Но, опять же, все это зависит от того, кто, когда, какой возраст, да, какое, наверное, физическое состояние человека. Но соревнования, они приучают человека действовать немножечко, относиться к этому более серьезно, более ответственно. Даже небольшая схватка какая-то, да, ты можешь бороться с небольшой эрандори, там, с кем-то в зале, но когда у тебя есть желание сделать что-то, даже не победить его лично, а просто сделать то, на чем ты работал очень долго, это, как бы, тоже такой приносит соревновательный момент в схватку. И я думаю, что это очень важный момент. Он дает человеку возможность заставлять себя работать, 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 работать. Даже если ты проиграл, важно уметь относиться к этому правильно. Нужно правильно сделать выводы, постараться, сделать себя лучше к следующему. Поэтому, наверное, может быть дзюдо без крупных соревнований. Ну, мы, наверное, сейчас уже не можем этого представить в плане Олимпиады и так далее, там, чемпионатов мира. Я имею в виду, что для каждого человека дзюдо может быть без официальных, может быть, стартов, может быть, каких-то там соревнований с судейством и так далее. Но вносить соревновательный аспект в свои тренировки, наверное, это интересно. Мне кажется, что спорт всегда привлекает нас тем, что есть соревнования. Мы все стараемся, может быть, если мы смотрим какие-то соревнования, предугадать кто-то, сделать на кого-то там ставку. В дзюдо же очень важно научиться соревноваться прежде всего с собой. Я думаю, что это очень важный момент. В 1964 году впервые дзюдо включили в Олимпийскую программу. На ваш взгляд, это повлияло тому, что дзюдо стало настолько популярно сегодня в мире? Или дзюдо могло бы и без того стать достаточно популярным, без Олимпийских фильмов? Я думаю, что большое дело и много дзюдо подчеркнуло после того, как стало Олимпийским. Потому что все-таки Олимпийское движение – это, наверное, движение, которое охватывает максимальное количество стран. И, безусловно, дзюдо популярность приобрело именно благодаря этому. Но сама по себе система была уже к этому времени достаточно популярна во многих странах. Не как вид спорта, как именно вид единоборств параллельный, такой же, как, например, карате или айкидо и так далее. Но дзюдо первым начало широкую мировую экспансию, можно так сказать. И мы знаем, что первые клубы дзюдо были открыты в Европе еще до того, как дзюдо вообще стало таким международным спортом. Люди уже тогда занимались дзюдо, и существовали, опять же, там соревнования в рамках самой учебной программы. И та же самая система бразильского джиу-джитсу, которая всем очень хорошо известна, она же основана именно на том, что принес туда Маэда. Как известно, Маэда – это был одним из учеников Кана в свое время. Он тренировался в Кадакане. И после одного из турне по Северной Америке он обосновался в Бразилии. Семья Грейси его приютила. Он там развил свою систему. То есть изначально это было дзюдо как таковое. Просто потом его начали называть бразильским джиу-джитсу, потому что все-таки оно там уже обособилось, начало развиваться. Так же, как у нас система самбо, мы все прекрасно знаем, что основателем является Василий Сергеевич Ощепков. И он первым в 2014 году в Владивостоке основал клуб дзюдо, первый клуб дзюдо. И наши российские олимпийские чемпионы, они все разные. Они все разные. Но, безусловно, это люди настолько целеустремленные, настолько готовы пожертвовать всем ради достижения этой цели. Я имею в виду своими благами такими, да, жизненными. Потому что многие хотят стать олимпийскими чемпионами, но немногие готовы пожертвовать ради этого личной жизнью, какими-то даже семейными какими-то контактами. Потому что человек, который проводит 300 дней в году на сборе, он практически уходит из своей семьи, родителей, свои друзья, знакомые, братья, сестры. Все они остаются без твоего внимания. Нужно это понимать. И в этом плане, конечно, многие могут сказать, что это эгоистичные люди. Наверное, в каком-то смысле да. Потому что они... Но это делается просто ради одной цели. Потому что невозможно достичь какого-то более-менее серьезного результата, если ты не сфокусировал на этом результате, на этой цели. Я вас извиняюсь, перебью. Но если так вот сделать такую выжимку, прямо сказать, что олимпийский чемпион – это... Понятно. Тремя фразами, да? Ну, как-то так, да. Конечно, мы можем сейчас много дискутировать на эту тему, но так как у нас интервью, все-таки мы хотим охватить много вопросов. Я понял. Но прежде всего, да, это целеустремленность. Скорее, это какой-то талант должен быть обязательно. Без таланта есть люди, которые становятся... Но этот талант я по-другому называю. Это работоспособность. Я считаю, что огромная работоспособность – это самый важный талант, который есть. Потому что есть люди талантливые, чувствительные и так далее. И мы говорим, что вот он, одаренный от Бога. Но, как правило, люди часто бывают этим талантом, пренебрегают. Поэтому в моем понимании, что скорее больше важна работоспособность человека, его целеустремленность и способность работать до конца, невзирая на какие-то неудачи, идти к этой цели. Безусловно, это сильная личность. Безусловно, это человек, который готов жертвовать всем и даже каким-то своим здоровьем, безусловно. Потому что часто путь к олимпийской медали проходит через серьезные травмы, операции и так далее. Это очень серьезная личность. Вы можете назвать, на ваш взгляд, олицетворение олимпийского чемпиона, человека, который есть? Не обязательно есть дзюдо. Я понимаю, да. Я не хотел бы называть, потому что все ребята разные. Например, сказать, что вот этот человек, а вот этот... Нет, это можно назвать просто, как на ваш взгляд, именно олицетворение олимпийского чемпиона. Кто на ваш взгляд, вот все вот эти пункты, может быть, это легкоатлет? Ну, для меня, я не хотел бы сейчас, ну, дзюдоистов наших, потому что я их всех уважаю, дзюдоистов я всех наших олимпийских чемпионов, безусловно, уважаю. Но как пример из другого вида спорта, ну, наверное, для меня все-таки Александр Карелия, наверное, пример Чайка, который достиг вершин, достиг этого не один раз, но при этом настолько он остался интересным с точки зрения общения, настолько он не впал вот в это, которое часто бывает, да, у великих спортсменов, звездность такая, он продолжает общаться, продолжает много делать. Я думаю, что вот это, наверное, один из тех примеров, которые можно бы приводить тоже. Есть такой девиз в олимпийском движении, быстрее, выше, сильнее. Как вы понимаете эти три девиза? Ну, это как раз то, о чем мы говорили с точки зрения соревновательности, то есть его можно, наверное, не только к олимпизму, да, то есть я думаю, что это как раз характеризует любого человека, который стремится достичь своей цели, он должен каждый раз, каждый день становиться лучше, чем он был, то есть он должен быть быстрее, стремиться к более высоким результатам и становиться при этом сильнее. Я думаю, что в принципе это не только, наверное, присуще олимпийскому движению, это вообще любому человеку, который не обязательно может быть даже в спорте, скорее всего любой человек, который стремится развить себя и перейти на какую-то новую точку своего понимания, своего, может быть, не знаю, может быть банально сказать, там социального положения, да, то есть выйти отсюда, он должен все время, каждый день, каждый час становиться, делать себя лучше, становиться сильнее, выше, стремиться и быть сильнее при этом. Есть такое выражение, победа любой ценой, вы как тренер на сегодняшний день, разделяете такое выражение? Думаю, что нет. Если мы говорим, ну часто, да, мы видим какие-то моменты, которые не красят спорт, все-таки, тем более дзюдо. В дзюдо все-таки основным и важным фактором является уважение. Как я уже сказал прежде, система образования. Образование подразумевает твое и моральное воспитание в том числе. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек должен достигнуть победы любой ценой, несмотря ни на что, это, конечно, не очень правильно с точки зрения образования. Я считаю, что тренеры, которые находятся на этой позиции, они допускают большую ошибку. Потому что человек, идя на это, ну вот самый простой пример, это то, что сейчас у всех на слуху, это допинг скандалы. По большому счету, допинг – это обман. То есть это обман и всех окружающих, да, и самого себя. То есть ты с помощью каких-то дополнительных стимуляторов или еще каких-то там лекарственных препаратов пытаешься обмануть и своих соперников в действии не по правилам, да, и в принципе самого себя. Потому что это не твое личное достижение получается. В связи с этим, конечно, тренеры, которые подвигают своих спортсменов. Или, например, да, какие-то ситуации бывают, когда борются грязно или учат каким-то приемам, которые не соответствуют духу дзюдо. Безусловно, я против этого. И для меня победа не может быть полноценной, если она достигнут вот таким вот нечестным способом. Белое или синее кимоно? Белое. Почему белое? Ну, это традиционный цвет дзюдоги. Это то, что было изначально и оно продолжает в Кадакане быть. Мы знаем, что там синее дзюдоги запрещено в повседневной. Они делают исключение только в период, когда там проходят какие-то международные соревнования, и они понимают там проблему спортсменов. Они разрешают им в эти дни посещать Кадакан и в синем дзюдоге. Но, в принципе, это запрещено. Сделано это было в угоду ТВ, насколько я помню ситуацию, для того, чтобы телевизионная картинка смотрелась более выгодной. Но мы теперь это видим и по татаме. Теперь у нас татами может быть любого цвета. То есть смотрится, безусловно, ярко, но с точки зрения традиции, наверное, нет. Поэтому для меня все-таки кимоно должно быть белое, потому что это цвет чистоты, цвет намерения такого, да, чистого. Ну и опять же гигиена, простейшая гигиена. То есть ты сразу видишь, когда кимоно становится грязным. То есть ты должен... Вообще в Японии в традиции кимоно стирается после каждой тренировки. Вот. Поэтому оно всегда должно быть и белого цвета, и приятно пахнуть должен человек. На ваш взгляд, в чем феномен Канаде Горы? Это уникальный, безусловный гений, я считаю, для своего времени. Это человек, который сумел совместить, как раз тема нашего семинара сегодняшнего была традиция и современность, вот Кана это тот человек, который в то время смог совместить традицию и современность. Человек, который, сохранив культурные ценности, да, и того вида дзюдзюцу, да, в данном случае, увидел в этом потенциал огромный в наследии, там, многовековом наследии своей страны, сумел привнести туда современные европейские идеи физической культуры, идеи образования и создал уникальную систему, которая вот до сих пор, мне кажется, не знаю, наверное, самая массовая в мире, наверное. Как вы думаете, окажись Егора Кана сегодня, и посмотрев на свое создание, это творчество, которое начало, какую бы он оценку мог бы дать продолжателям? Трудно сказать, трудно сказать, потому что мы не стоим на месте, и то, что тогда он думал в те годы, наверное, могло бы трансформироваться, мы даже не знаем, как бы он мыслял бы сейчас, потому что все-таки, ну, трудно оценивать, ну, предположим, да, там, красоту автомобиля, который сейчас, например, спортивные кары, да, и красота ретроавтомобилей того времени, когда они в то время казались, безусловно, суперконцептуальными, да, и сказать, что тот автомобиль, например, лучше, чем этот, наверное, нельзя, то есть это будет не совсем объективно. Мы сейчас имеем, конечно, наверное, он бы, ну, как мне кажется, наверное, он был бы немножко недоволен определенными моментами, которые происходят, особенно вокруг спорта, особенно вокруг спорта высших достижений, но, безусловно, то, насколько дзюдо широко охватывает вообще весь мир, я думаю, что он бы порадовался за это, потому что у нас свыше 200 федераций, которые сейчас существуют, да, и являются членами Международной федерацией дзюдо, то есть я думаю, что Канн мог только мечтать об этом. На ваш взгляд, вот с того момента, как Канн Дзюгора создал школу, когда Канн дзюдо, вот как мне кажется, нету развития в плане технического арсенала, потому что Канн в свое время говорил, что для развития техники и ката, форм различных упражнений, еще много-много-много, чему нам надо создавать. Безусловно. Вот здесь сегодня, что создано новое в развитии технического арсенала дзюдо или Канн дзюдо? Если так, наверное. Да, безусловно, что дзюдо, наверное, немножко законсервировалось, но это и должно быть так, потому что мы можем увидеть много примеров, когда люди, пытаясь уйти за рамки, бросали изначально все традиционные вещи, саму концепцию бросали, да, и уходили куда-то, сдвигались, и это приводило к потере, к потере самой главной идеи, самих основ того или иного вида. В дзюдо, да, еще Канн, ну, кстати, это факт, и об этом, кстати, Алексей Горбалев очень подробно пишет в своих статьях. Канн еще при жизни приглашал инструкторов из других залов, это были люди, которые занимались дзю с палкой, это были мастера кендо, он их приглашал для совместных семинаров, и он считал, что настоящий дзюдоист должен владеть разными, то есть он должен владеть и техникой борьбы без оружия, и техникой работы с оружием, и даже в идеале он думал о том, как совместить кендо и дзюдо, то есть у него даже такая была идея, то есть он считал, что дзюдо будет наиболее эффективным тогда, когда дзюдоист может работать и с оружием, и без оружия, и в зависимости от ситуации он может пользоваться теми или иными техниками, кроме того, он даже думал о том, как, ведь знают многие, что в дзюдо есть такой раздел как от Эмиваза, техник ударов по уязвимым точкам, но достаточно опасная, поэтому он только в като существует. У Канна была даже идея о том, как ударную технику в дзюдо вести, потому что он понимал, что без ударной техники все равно как бы немножечко не то, если мы говорим о дзюдо как о боевом искусстве, то все равно оно теряет здесь, и он очень, он думал о том, как в Рандоре вести удары. Мы можем видеть, например, такой вид, как Кудо, или раньше назывался Дайду Дзюку Карате, вид, который в принципе совмещает некие идеи, которые Канна даже в свое время пропагандировал, писал, по крайней мере, в своих работах, например, тоже похож. И, ну, я не буду говорить про ММА, да, про бои, так называемых, без правил, не очень мне нравится это название, ММА звучит гораздо интереснее, тоже как способ, но, к сожалению, ну, это моя, я не хочу никого обидеть, безусловно, но у меня есть некое ощущение о том, что ММА в целом не несет некой концепции обучения, образования, то есть сама идея такого беспощадного поединка, особенно когда мы говорим о воспитании детей, она является, мне кажется, ошибочной, потому что в том возрасте, в котором они воспринимают то, что говорят старшие, ну, и при этом у детей психика еще недостаточно сформировавшаяся, то есть она может просто покалечить человека, потому что, применив те навыки, которые он получает в зале, там они гораздо жестче и опаснее, случайно, даже не задумавшись об этом, где-то он может искалечить жизнь своего сверстника, соответственно, его семьи, свою жизнь, жизнь своих родителей. Я не хочу говорить о том, что это так постоянно происходит, и моральной составляющей, зачастую это отсутствует. Это бывает, кстати, и у наших тренеров, у тренеров по дзюдо, но в большей части они все-таки стараются придерживаться тех концепций, которые были у КАН. Поэтому, хорошо ли или плохо о том, чтобы дзюдо развивалось, здесь, конечно, такой вопрос интересный, но для меня важно, чтобы сохранялась, прежде всего, основная концепция дзюдо, это идея обучения и морального совершенствования человека, физического и морального совершенствования, это главная задача. И мне кажется, что любой дзюдоист, если захочет как-то продвинуться в себе, для него не будет составлять большой проблемы походить и поучиться чему-то еще. Это было бы здорово, это не проблема, я думаю, что в современном обществе сейчас это не проблема, потому что у нас много информации, много разных клубов, секций, любой человек может попробовать себя еще в чем-то. Но, кстати, продолжая, то, что сделано было, например, Кадакан Госиндзюсу, такая форма, да, есть, КАТа, которая была сделана уже после смерти КАНа в 1952 году, то есть те инструкторы, те ученики КАНа думали о том, как и вот эта форма была как раз, это как форма самозащиты КАДАКАНА, она была сформирована уже после смерти, после военное время, это одно из тех нововведений, которые делают. Но сейчас развивается, вот недавно, например, на чемпионате мира была представлена инструкторами КАДАКАНА форма нового, они разработки делают, сделали КАТа для детей, пробные вещи, то есть есть потребность, они сделали, представили, и я думаю, что со временем она будет официально уже использоваться в программе обучения. В завершении нашего разговора представим так, что у вас есть возможность выступить перед всем миром. Что бы вы им сказали? Ну, прежде всего, я бы хотел пожелать всем людям добра и счастья, чтобы они относились друг к другу добрее, это прежде всего, потому что мы сейчас видим, насколько наш мир стал нестабильным, постоянно возникают какие-то конфликты. Я думаю, что прежде всего люди должны оставаться людьми. И это очень важно. Если они будут относиться друг к другу терпимее и понимать, стараться понять проблемы и какие-то внутренние противоречия, которые у их соседей возникают, и стараться им помочь в этом, то я думаю, что целый мир станет лучше. Ну и, конечно, для этого пусть все занимаются дзюдо, потому что здесь мы всегда сможем пойти и понять друг друга, потому что это один из основных принципов дзюдо, который Кана Дзюгора нам оставлял. Это джита киоэй, принцип совместного процветания. Это очень важно. То есть именно работая сообща, работая вместе, мы сможем достигнуть большего прогресса. Это очень важно. Спасибо большое. Всего вам доброго. И надеемся еще не один раз увидеться. Большое спасибо.